Здравствуйте! В эфире новости Пукета и я, ее ведущая, Олеся Николаева. 16 января в Таиланде отметили День Учителя. Профессиональный праздник работников сферы образования Таиланда был учрежден в 1956 году. День Учителя поистине всенародный, любимый и очень эмоциональный праздник. В этот день ученики дарят своим наставникам цветы и подарки. Устраивают для них веселые праздники и поют хвалебные песни. Банда обезьян была замечена на Майя Бэй. Обезьяны пытались захватить лодку. Происходящее все сняли пассажиры соседнего катера. В ночь на 19 января в России отметили православный праздник Крещения Господня. Верующие традиционно купались в купелях. Температура воды в купеле составляла плюс 4 градуса. Туристам на пакете повезло больше. Температура воды в море составляла 28 градусов по Цельсию. Кстати, на Пукете есть православный храм Святой Троицы, где проходят все православные традиционные праздники. 18 января Тайланд завершил восстановление системы предупреждения о цунами в полном объеме. Новый бой в Индоманское море начал передачу информации в Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях. Туристы и жители Пукета могут быть спокойны. А теперь новости от нашего специального корреспондента на связи гид Гоша. Привет, друзья! С вами Гоша. Мы сейчас находимся в Крабе. Мы отправляемся на экскурсию на лонгтейле, на тайской традиционной лодке. Сегодня у нас будет очень много интересных остановочек. Да-да-да, вот просто потереть, потереть надо. Просто, чтобы желание сбылось, нужно просто потереть. Концентрируйся, не слушай нас, не отвлекайся, концентрируйся. Сергей Жуков собрал всех русских туристов на своем концерте в кафе Дель Мар. Соотечественники весело зажигали под легендарной песней группой «Руки вверх». Певец Олег Майами был замечен на концерте «Руки вверх». Олег отдыхал на Пукете в компании своих друзей. На этой неделе с острова Сокровищ путешествовали известный блогер и вайнер Ида Галич. В компании своих друзей она отправилась на яхте по Андаманскому морю. Среди друзей Иды был солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков. Ребята посетили знаменитый остров Хонг на Каноэ. А, значит, я в Венеции нахожусь, а мы сняли гондольера. Смотрим Венецию. Она, к сожалению, затапливается, но очень красивая. Российская актриса театра и кино Анна Цуканова-Кот посетила наш фото-тур «Путь дракона». Средняя цена билета на прямой рейс «Москва-Пукет» на этой неделе составила 26 тысяч рублей. Из Красноярска 28 тысяч рублей. Жаркая погода на Пукете сохраняется. Днем температура воздуха 30-31 градус по Цельсию, ночью 27-28 градусов. Температура воды 28 градусов. Данные от центра Фобос. А за актуальной погодой на каждый день следите в нашем инстаграм «Пукет экскурсии». Это были все новости недели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новостями вместе с остров Сокровищ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!